Вот это поворот. Тележки стоят и генератор. Никому ничего не надо. Валюшка, пора преподавать уроки. Курорт Северного Кавказа. Да давай, приятного аппетита. Спасибо. Пиратник, смотрите. Опять снег в горах. Вот это да. Время 8 утра. Оп, ребятки. Заряда нет, зато есть снег. Смотрите, все как опять стало красиво. Вот это поворот. Надо почистить панели. Хоть что-нибудь. Поехали. 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 день добрый ну панели да слушай 720 ватт в сумму 720 ватт ну да ну да только надо солнышко они пошли 50 соточки в сумме подключение последовательно продел контроллер все идет да а контроллер какой ну не китайский него получается два выхода на две батареи понял понял ну понятно надо киловатт так конечно параллельно подключать силу ток какая будет там сечение провод 25 ампер все понял ну да ну вообще как бы тем солнечный панель все работает тоже влияет угол атаки солнца да сейчас видишь хоть со ну вот уж на эту собаку съели как говорится афигеть это просто одну ночь все как быстро меняется зарядки нету градусник кажет плюс-минус 3 в общем ребят почему не можем переехать ниже в обычный поселка архиз потому что резина кстати кстати резина у меня сейчас я вам найду 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 где-то здесь было написано что она пол сезон все сезонка но неважно она короче все сезонка сейчас так вот вот ребят смотрите вот он сезон она все сезонка но все равно мало ли сейчас не посыпано лед туда-сюда не надо кончилась вода у нас давали уж не питьевой никакой нет идем добывать воду аккумуляторы 60 процентов идем за хлебом питьевой водой и молоком погнали снег круто ребят смотрите как все классно красиво и никого нет весь поселок чисто для тебя чисто для нас валюши о слушай водички можно набрать это не было но здесь можно набрать и быстрее чем это чем туда идти да там здесь в канале наберем воды все равно горно то в футболке ходишь да то завернул снег что скажешь передай привет подписчикам да напоминаем ребят мы находимся в лунной поляне а до курортного поселка архиз нам вот немножко надо пройти а до самого поселка архиз это надо ехать магазы все там тут всего один магаз на районе всего один магаз на районе дорогой вода по 100 рублей молоко по 100 рублей даже по 120 да по 120 молоко и хлеб может пить всех не знаю ну выхода нет ну да нет снова рассвет ключ поверни и полетели полетели генератор кто-то старого можно его завести там бензина ребят только один литр один литр хватит ну я не знаю часа на полтора зарядки ну хоть что-то а бензин заправки ближайшие только в станице зеренчугская туда ехать далеко ну и что выживаем валюш выживаем сурвайвер дауншифтер и как это все сурвайвер сурвайв дауншифтинг слушай помыться мы же хотели вот и голову помоем это два раза за водой ходить ребят наливаем воду прямо с канала на что она прям с горкича чистый наверно да валюш смотрите зажглись уже фонарики мы правда недавно только проснулись держи давай а что от тебя снимать ага мокро ну придется немного вступать вот сюда блин так ребят здесь восемнадцать литров наверно пять десять двадцать тридцать восемь сорок ну и здесь двадцать пять литров на сколько нам этого хватит валюшке нести вот эту большую а мне все остальное шестьдесят литров хватит себе дня на два ну в лучшем случае на три в идеале конечно на шесть это наверное если ты один без помытки без всего ну да без готовки а что вам смотрите ребят вот такая чистенькая вроде вроде как ну а что поделаешь извините и будешь мыться и чего норм ну снег надо таять когда что полностью конечно норм и земли мышь что нет ну да а оно же ну по всему ну ты в речку купался когда-нибудь в любой ну там же вода еще темнее к слову ребят что хотел еще вам рассказать показать смотрите тележки стоят и генератор никому ничего не надо народа нет ничего нет вот так тот проедет бывает пройдет так что вот так техника вся на улице остается а это здесь походу фонтанчик такой будет классно давайте посмотрим ну да это фонтан классно смотрите какая сразу подсветка включилась все заигралось зимними красками сказочными сказочная атмосфера а вот смотрите домик строится а в него можно зайти посмотреть что там как мне кажется там не закрыто даже вот раз ну и все заходи живи и вот тоже смотрите оп номера а это наверно продавать что-нибудь фастфуд все готовится к сезону сказка зимняя сказка подсветка даже вон там есть когда какие-то лампочки там сделаны вот смотрите вот смотрите ну снега так порядком смотрите сколько снега ребят здравствуйте девушка о чем вы тут занимаетесь вот она была пойдем что ребят ну что там чекушка бензина оставалась может чуть побольше в лучшем случае на час хватит давайте попробуем его запустить ну что ребят что тут у нас 5 ампер выкручиваем на максимум 17 ампер идет зарядка 60 ну вот в лучшем случае 70 процентов будет и слава богу бензина нет был бы бензин был бы проще так ребят завтра вроде как по прогнозу солнце это значит что надо скинуть снег с панелей хотя бы сколько-нибудь чтобы солнце быстрее растопило и пошел заряд в общем в общем ближайшая заправка это у нас станица Зеленчукская блин я даже не знаю сколько у нее километров мне кажется 20 точно 30 может быть солярка вроде еще есть в баке на автономку хватит а сегодня вроде как до 15 градусов мороза передают ну как бы мы спим ноль ноль минус там два не включаем автономку на ночь то есть хватает тепло у меня там спальный мешок два одеяла нормально сегодня надо будет на минималочку ставить ну и да надо запасаться как бы топливом как всегда хотя бы с собой возить ну десять литров наверное много бензина но литр четыре вот пять хотя бы надо возить с собой топливо на генератор в такие случаи хотя тут есть ребята вот видите генератор стоит брошенный в нем по любому есть топливо но это криминал такой же криминал как вот и стоит газель а у газели сами знаете баки просто открываются если ну там по моему ключ это тоже криминал криминал нам не нужен вообще если уж на то пошло что вообще трудно тут рабочих полно можно купить уж бензин то я думаю у кого нибудь будет всегда есть выход правильно ну посмотрим как будет завтра так ребят все та чекушка которую я залил в бак а нет как раз все таки да все генератор глохнет так что я вам хотел сказать ребятки сегодня минус шестнадцать ночью передают минус шестнадцать сейчас в данный момент уже минус ну только минус два с половиной так генератор выключился там семьдесят один семьдесят два процента заряда ладно окей так печка работает и чё у нас произошло у нас произошло что я когда-то что-то тут лазил сейчас подключал дернул тумблер компрессор и компрессор завуалированный шумом генератора работал очень долго накачал десять очков по моему десять атмосфер но вроде слава богу не перегрелся ничего все вроде держит давление но 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 я не знаю сколько в таком режиме он качал может быть двадцать минут может быть десять может быть пять может быть тридцать ну тридцать минут навряд ли давил десять атмосфер десять очков представляете да как нагрузка там на поршни на колечки вот эти вот компрессора у компрессора и всего скорее я очень заметно убавил срок службы этого агрегата блин вот так вот не слышал что компрессор включен чисто случайно заметили все пойдемте убирать генератор хорошо выбирать генератор и все ребятки супец гороховый смотрите какой правда из пакета сухарики с чесночком все как мы любим валюш приятного аппетита тебе спасибо что скажешь все так что так ребят давай снимать теперь свои stories на все и бабоньки видели какой я крутой давай давай посмотрите какой хозяйственный игорек посмотрите какую вкусноту приготовил как то так ребят как то так ребят минус 7 это рекорд абсолютный рекорд холода в этом автодоме валюш тепло тепло конечно тепло но когда так может быть будет еще холоднее смотрим зарядки вот не хватает заряд у нас ребят 54 процента 12 0 автономка работает где-то в половину а в бусике в бусике 19 градусов ну нормально 12 градусов что такого все хорошо так живем как то так ребята ну как то так ну что никаких 16 градусов сегодня нет минус 7 с половиной конечно датчик то стоит в профиль а профиль под снегом и возможно что там похолодней не могу сказать в общем минус 7 с половиной все так время полдесятого на солнце солнышко уже пригревает все равно около минус 5 на улице автономка все метра отключилась не знаю че с ней когда ошибки пишут вот 10 10 это вообще типа короткого замыкания по моему свечи накала вот так прохладненько было 10 градусов сейчас здесь но я грешу на то что солярка замерзла летний солярка замерзла в баке в насосе насосе этого насосе автономки запарафинилась и все если днем запустится то значит там ты делал вообще как бы в отдельном баке на автономки если покупать грубо говоря самарский планар автономки то там пишут при каких температурах нужно разбавлять солярку бензином то что в автономке все равно она работает а у меня один бак на все все не могу разбавлять бензином надо заливать зимнюю солярку солнышко солнышко все греется смотрите как круто так ребят тест на то замерзла ли вода в насосе брак и не пробуем не работает не работает вообще значит ему возможно а посмотрим сейчас как да слушайте он пытается просто он замерз пускай отогревается магистрали замерзла вода ну как-то так у нас есть вот здесь вот краник пить его он работает валюшка пора преподавать уроки пора вставать валюш давай там надо уже работать урок тепло в машине уже в общем ребята автономка пупыхтела пупыхтела запустилась запустилась насос исключился но опять потухла замерзла солярка сто процентов работ зуб даю сейчас пока вот плюс два плюс три магистрали отмерзли под машиной и вот сколько он протолкнул нее она запустилась на сейчас она опять потухла ну еще завтра будет теплей теплее теплее все отмерзнет и надо зимние солярки найти на нормальных заправках ну вот ошибка ребят е 08 это обрыв пламени то есть пламя горела топливо кончилось но резко затухла либо засор в топлива топливных магистралях ну нет солярка запрофинилась ну или там в гель превратилась и все ну как-то так и просто глаз вы вытираешь понимаешь что он тебя так бесит тебя он раздражает ребят мы проснулись пораньше и валюшку все раздражает ну сейчас уже не пораньше сейчас уже три часа мы идем на подъемник хотя бы подняться посмотреть что там повыше смотри какой пара земли идет я видать прогрела вот слева солнце ушло за одну вчера не был снег сегодня будет выжившие 2.0 печка фиг знает запустится не запустится вода да но она опять может подмерзнуть явно подъемнички млечный путь надо поднять я тут описываю ему как по вкусу суп что протухло когда я валюшку спрашивали что как вот суп нормально получился до горит вкусный гороховый сегодня будет борщ валюшка с капустой как ты любишь солнце сел и вообще дубок ребятки ребятки 800 рублей стоит подъем в 1600 двоих посмотрим куда она занесет это кабинка люди смотри катаются все сегодня народу сегодня ребят побольше все четверг наверно о смотри всего солнышко 11 минут длится подъем ребят на высоту 2 200 то есть мы поднимаем сколько мы 600 метров набираем высоты это по идее вот так топать но здесь есть эко тропа да можно спуститься по ней или подниматься а набор высоты 600 метров до этого как на бадукский озер там набор высоты 600 метров там горы ребят снежные но сейчас уже снежок подтаял вчера бы поднялся вчера не был солнце смотрите как лес заиграл краски и там горы ребят круто а вон люди внизу да видишь там делать это нам не известно мы сейчас поднимемся слушаем выбрал облака наверное поднимемся нет нет ну да наверное уже прям в облачко лезут устали ну да ребят мы на высоте 2 200 чем повыше заберемся в ребятки горы валюшка игарюшка он . какая смотрите ребят спустилась пониже этого на архиз до в самом низу по идее да хочу еще нет нет но не сам архиз нет именно лунная всем до поляна да вон она из самого слева лунка он там наш машинка должна быть где-то внизу и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok